Особое мнение на 101FM Особое мнение будет в не совсем привычном формате. Мы обсуждаем не несколько тем, как это делаем обычно. Мы с Евгением Васильевичем будем говорить по итогам заседания региональной группы по тарифам, так она коротко называется, в общественной палате, которое прошло в минувший понедельник, 11 марта. После этого заседания появилось в СМИ, практически в СМИ, все средства массовой информации города сообщили о том, что нормативы на вывоз мусора в Кировской области. Все области вырастут примерно на 25%, а тариф в связи с этим, по некоторым данным, может подняться на 45%. То есть вот такая информация. В полтора раза вырастет плата за вывоз мусора. Это сообщили средства массовой информации. Официальный сайт на правительство области в этот же момент сообщает о вашем событии, о том, что произошло в понедельник, в следующей формулировке. В общественной палате обсудили замеры новых нормативов ТКО. Общественникам рассказали, по какой методике проводились замеры. Все спокойно, все тихо, все благополучно. Я так понимаю, что заседание в общественной палате было достаточно бурным. Есть подробности у наших коллег, можно посмотреть. Ну и сейчас вот Евгений Васильевич расскажет. Я перед программой его спросила. Прошло все-таки три дня. Ну, четвертый день пошел сегодня, да, после заседания. Есть какая-то реакция от органов власти на то, что обсуждалось в общественной палате? Вы мне сказали нет. Ну, пока да. Я, во всяком случае, об этом не знаю. Хорошо. Давайте все-таки к подробностям. То есть вам презентовали ту систему замеров, которая в прошлом году была проведена на территории региона. Презентовало предприятие... Не совсем так. Не совсем так. Хорошо. Давайте рассказывайте вы, потому что вы участник, вы рассказываете. Да, давайте я начну, а вы уже потом, по ходу, меня где-то начнете пытать. Давайте. Давайте. Предоставьте мне слово, так сказать, добровольно все рассказать. Это ваше особое мнение. Пожалуйста. Добровольно начать. Я хочу, может быть, даже пользуясь своими такими полномочиями, скажем так, человека уже, скажем так, пожилого, начать этот разговор, наверное, чуть-чуть издалека. Я считаю, что вот так, как сейчас это называют мусорная реформа, там новый взгляд на работу с ТКО и так далее, с твердыми коммунальными отходами, упускается самый главный, вот, мне кажется, морально-нравственный аспект вот этой нового вида экономической деятельности в стране. Это вообще-то ведь благоукрашательное, это высоконравственная, я бы так назвал, деятельность, которая входит вот в три известных догмы. Это ради ребенка, посади дерево и оставь после себя чистоту и порядок в державе, чтобы та природа, которая была при тебе, чтобы она осталась навсегда. Но я вот так издалека начинаю, но завожу все-таки ситуацию в другую. И вот это серьезное благородное дело, ну, наверное, нельзя начинать с конфликта, с задира, когда выстраиваются баррикады. С одной стороны, людям говорят, что плати больше, люди выходят с лозунгами, почему столько, почему так. Вот такое благородное дело, мне кажется, вот не должно так начинаться. Оно должно начинаться с какого-то хорошего, правильного, душевного порыва каждого, и чтобы все слышали друг друга. И те, кто хочет на этом заработать, и те, кто хочет, может быть, сэкономить, чтобы они понимали этот смысл. И тогда вот все будет хорошо. Вот мы на это всегда надеялись. Но когда началась у нас эта реформа... Мы – это общественная палата. Общественная палата, люди в Кировской области, которые, они считали, что к ним прислушаются, что выработают какое-то общее понимание, войдут в положение людей. И на основе этого появится какая-то система работы, которая позволит нам навести порядок с этим мусором в Кировской области. Мы же вот уже, насколько я понимаю, мы в общественной палате как минимум уже полгода, ну, по-русски сказать, на ножах находимся. На ножах с кем? Значит, да, на ножах со всех сторон. С одной стороны, нам пишут, обращаются на сайте граждане и говорят, что вы молчите, почему вы не бьете в колокола. Нам установили такие платежи... Обложили поборами. Да, такими, что мы не можем на них среагировать. Следующее. Значит, мы встречаемся с представителями власти. Это с представителями, в основном, Министерства энергетики и ЖКХ, с Министерством природы и окружающей среды. Мы им говорим, что давайте все-таки разумно поступим, значит, мусор образует люди, почему мы здесь платим с человека, почему мы здесь с квадратного метра, и опять нас не слышим. И вот эта вот конфликтная такая ситуация, мне кажется, она скажется и на эффективности работы в конечном итоге. Ну вот это мое такое вот вступление, переходя непосредственно к нашему заседанию, я бы хотел вот о чем сказать, что мы не просто так, мы специально пригласили представителей экспертного учреждения, мы хотели дойти до истоков. А истоки состоят в чем? Что как определялся норматив накопления твердых коммунальных отходов в Кировской области, на основе каких исследований, на основе каких действий ответственных и должностных лиц, и экспертных организаций. Значит, мы когда разобрались, пригласили, есть у нас такое учреждение, которое называется Киров коммунпроект. И оно было и остается сейчас основным экспертным учреждением для Министерства энергетики ЖКХ в определении многих вопросов, начиная вот от основ тарифообразования, кончая там анализом, например, инвестиционных программ и так далее. Мы пригласили руководство этой организации, у нас присутствовали там, значит, руководители этой организации, это господин Фетисов, его заместитель Торопова, Ирина Владимировна, известная вам нами. Ирина Владимировна до недавнего времени возглавляла компанию Куприт, нашего регионального оператора по вывозу отходов. Да, сейчас она работает там. И она вот выступала. А вопрос-то возник вот в связи с чем, что к нам такая информация поступила, и вы видите ее, видимо, ее знаете, что вот эти экспертные заключения, которые готовила вот эта организация, в 2017 году и в 2018 году, и которые легли в основу распоряжения министерства о том, какие нормативы утверждать, они готовились как-то не так. Была такая информация. И мы пригласили и спросили, как же они у вас готовились. И нам подтвердили руководители, что, оказывается, эти заключения готовились с нарушением требований нормативно-правовых актов правительства Российской Федерации. Вот сейчас, Евгений Васильевич, мы сделаем с вами небольшую паузу, полуминутную буквально, у нас по регламенту предусмотрено. После этого вернемся и расскажете подробнее. Особое мнение на 101FM Евгений Сметанин в нашей студии, руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кировской области. Мы говорим по итогам заседания как раз региональной группы, которая была в понедельник в общественной палате. Остановились на том, что представители Кировкоммунпроекта, в частности Ирина Торопова, рассказала о том, что те замеры, которые проводила организация в прошлом и позапрошлом годах, они проводились с нарушениями. Не так. Не так? Опять не так? Опять не так. Буду рассказывать еще. Значит, рассказываем, как, что дальше было. Значит, мы задали вопросы, на основе чего вы пишете эти заключения. В этих заключениях 2017 и 2018 года всех нас отсылают в далекий 2005 год. И говорят, что мы взяли те замеры, про которые вы говорите, которые были проведены в городе Кирове в 2005 году и экстраполировали их на 2018 год. Ничего не меняется. Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что когда принималось решение о том, каким будет тариф на вывоз мусора в нашем регионе. Не тариф, а норматив. Норматив, норматив, да. То цифры, которые брались за основу, это цифры замеров 2005 года. 2005 года. Совершенно верно. 13-летней давности, фактически. 13-летней давности. Ну, хорошо, 13-летней давности. Но почему мы говорим о нарушении? Потому что в 2016 году вышло постановление правительства Российской Федерации, номер его 269. О чем? Оно утвердило правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов. И там все расписано, вся методика, то есть как их высчитывать. Вот тогда, вы говорите, и появляются эти замеры. То есть там определено, сколько надо брать населенных пунктов за основу. Там написано, сколько жителей в зависимости от численности населения. Например, в Кирове это больше 500. Значит, в этих исследованиях жителей должно участвовать 0,5%. То есть это 2,5 тысячи населения должно участвовать. Вот в тех самых замерах. В замерах. В замерах что предполагает? Что, значит, в 4 сезона, это известные нам зима, лето, осень и весна, берется 7 дней, ставятся вот эти баки четко. И каждый день их взвешивают и специальной линейкой замеряют объем и массу отходов. Ведут специальный паспорт и на основе этого паспорта выводят потом все эти показатели. Евгений Васильевич, а там как-то регламентировано? Это должны быть обычные недели или, например, праздничные дни? Я вот сейчас подумала, если в Новый год проводить замеры, мы же понимаем, что мусора будет больше в новогодние праздники. Ну, все равно будет какое-то среднее, потому что это же цифра годовая появится. Ну, летом возьмут, когда, например, все на дачах будут. И в этом смысле то же. То есть появится некая средняя цифра. Так вот, после 16-го года надо было именно так все действовать. Именно по этой методике выполняет требования этого нормативно-правового акта правительства. Чего сделано не было. Подождите, но какие-то замеры были. Никакие. И о них вам как раз рассказывал. Это другая песня. Это другие замеры. Это другая песня, о ней чуть позже. Хорошо. Значит, первое, мы констатируем, что требования правительства Российской Федерации об установлении нормативы в соответствии вот с такими замерами не сделано. Взяли то, что было в Кирове. Ну, хорошо хоть в Кирове, да. А по области-то как? А мы же должны были взять города другие и населенные пункты области. Я там вообще не понимаю, как тариф устанавливать. Взяли вот этот документ. Более того, в документе пятого года там написано, что это все действует только в течение пяти лет. Через пять лет надо было обязательно проводить новые замеры. В десятом году? В десятом году. В десятом году в Кирове не стали ничего проводить. Естественно. Взяли то, что было написано в пятом. И в решении администрации, которое подписал Мачехин, пролонгировали как бы эти данные пятого года. А в семнадцатом-восемнадцатом, естественно, взяли все оттуда. Мы говорим, что это прямое нарушение. Это некорректное установление. С этим согласилось руководство Кировкоммунпроекта. Но, говорят, это же не наши прерогативы, это прерогативы министерства. Я так понимаю, они объяснили тем, что мусорная реформа, скажем так, в тропях вводилась на территорию Кировской области. Или денег не хватало. И надо было быстрее, быстрее, быстрее показать какие-то цифры. Да. Это раз. Второе. Они говорят о чем? Что методика не сильно и поменялась. Что это все было в пятом году. Ну, в принципе, можно, методика одинаковая. Ну, на самом деле, методика одинаковая. Но замеры-то разные. Как мы жили в пятом и как мы живем в восемнадцатом, это же разные вещи. Сколько мы потребляем, какая у нас обертка всего, упаковка. Все разное сейчас. Совершенно. Так ведь? Я согласна. Я, мало того, могу сказать, что, ну, вот по моим ощущениям, с одной стороны, наверное, действительно, мы стали производить больше отходов. Конечно. Вот. С другой стороны, у нас появляется, и это вот такая тенденция, может быть, последних пяти лет, появляются ответственные люди, которые готовы сортировать отходы. Совершенно верно. Которые готовы сдавать в турсырье снова, как это было в советское время. Да. Ну, тут вот действительно неактуальные вещи надо актуализировать. Ну, вот, да, я понял. Что дальше происходит? Понимая, что они ставят себя под серьезный удар все-таки, то есть здравый смысл не потерян, они в январе восемнадцатого года, после того, как они уже, это самое, утвердили вот этот норматив, потому что они двенадцатого января министерству своим распоряжением номер один этот тариф утвердило. Вот тот, который на основе 2005 года показателями. Они, значит, соглашение заключают с этим самым коммун-проектом, да, Киров коммун-проектом, выделяют ему деньги, четыре миллиона, и говорят, проведите все как положено. И вот, начиная с февраля 2018 года, началась вот эта работа. Но об этой работе вы слышали что-нибудь? Я про нее услышала вот буквально несколько дней назад. Совершенно верно. Когда было заседание, да, и перед этим незадолго. И мы это услышали на заседании. Мы, естественно, все сказали, представители там многих людей, которые там были, они говорят, а почему вы об этом не сказали ни прессе, ни общественникам? Почему в этой работе не участвовали люди, контролеры наши? Они бы могли посмотреть, как там в этих баках мусор комплектуется. То ли с соседних домов выносят. Ведь у нас чаще всего так и бывает, что стоит у этого дома этот мусорный бак, а туда сносят с соседних домов, где таких баков нету рядом. Ну, до последнего времени этот вопрос был, наверное, в удобстве. То есть человек идет на работу, ему в одну сторону удобнее до одного контейнера мусора вынести, а в другую сторону до другого. И никто не задумывается о том, твой табак или не твой. Все руководствуются другими соображениями. Ну, и понимая, что общество накалено, что проблема очень острая, что идет вот такая вот, как я в начале своего разговора говорил, что не совсем здоровая атмосфера. Им-то надо было вот 10 раз перестраховаться. Но это сейчас дело прошлое. Замеры они провели. Они замеры провели. Давайте расскажем, что за замеры. Мы их никто еще не видел, эти замеры. Ирина Владимировна Турова обозначила только, в общем-то, там поинтересовался у нас один из членов рабочей группы, на каких улицах и в каких домах проводили. И сколько человек? Да, нет, про человека еще не шла. Там она назвала эти девять домов. Девять домов? На всю Кировскую область? Нет, не на Кировскую. На Киров. Девять домов. Ну, у нас этот человек, он задался целью, он сходит, проверит, опросит людей, спросит, как там это все делалось, приезжали, взвешивали, не взвешивали, то есть появится такая информация. Ну, и вот этого документа никто не видел. Мы его ждем. Мы, естественно, его будем анализировать. Сейчас вокруг него много разговоров. Она озвучила только одну мысль, что там нормативы не сокращаются, а увеличиваются. Надо увеличивать нормативы, потому что вот эти замеры показывают, что у нас мусора образуется, во всяком случае, в Кирове больше. А она посетовала, что очень не совсем корректно и отнеслись в муниципальных образованиях, в районах имеется в виду, что приходилось много раз там переделывать, переначивать все, потому что все там было немножко не так, как хотелось им. Но в конечном итоге они это исследование завершили, и к концу месяца они говорят, что этот документ появится в открытом доступе. К концу марта? Да, в открытом доступе для того, чтобы его можно было каким образом анализировать, сопоставлять и перепроверять. Мы еще чем озаботились? Вы знаете, что сейчас проходит суд гражданский. Жители частных домов в пригородах Кирова, тех, у кого большие площади, в которые включили все, начиная там от каких-то подсобных помещений, входных групп, там до гаражей и подвалов, и там огромные совершенно платежки выходят за мусор, они сейчас, да, спаривают это решение. Ну, опять не совсем так, дело в чем, что у нас... Хорошо. Ну, я просто, вы не обижайтесь, я просто... Я не обижаюсь. Я почему это говорю, потому что это такая специфическая вещь, чтобы мы были точни, чтобы нас потом не упрекали, чтобы мы что-то тут наговорили, совсем не то и не компетентно. Значит, министерство, оно обязано было установить отдельный тариф для индивидуальных домов, а у нас такого не сделано. А обязаны, вы говорите, кто обязал министерство? Это по федеральному закону они должны были сделать? Это в методических рекомендациях. В рекомендациях. То есть это все-таки не обязанности, это рекомендации. Это написано... Это не только в рекомендациях. Эти рекомендации утверждены приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. То есть обязаны, должны были прислушаться. Но это рекомендации. Должны были прислушаться раз. И это в правилах есть, которые в постановлении правительства утверждены. Там написано, что все объекты должны быть охвачены. А индивидуальные дома – это самостоятельные совершенно объекты. И во всех субъектах Российской Федерации такой норматив установлен. Мы, наверное, единственные, кто в Кирове не установили такого тарифа. Ну, и в связи с этим их приравняли к квартире. Дом приравняли к квартире. И в результате этого появился спор. Вот тот задир, о котором я и говорю. И вот там люди, они не просто ведь судятся, они аргументы свои приводят. Они заказали на свои деньги исследование, которое провело Кировводпроект. Еще один институт, получается. Институт, да. Наш Кировский институт. Те провели обследование в двух населенных пунктах. Там, по-моему, тоже 9 домов участвовало. Я боюсь ошибиться сейчас, потому что определить то же количество домов. Не один дом. Не один дом, естественно. И их показатели, вот я зачитываю, в расчете на одного человека на 40,80% ниже ныне действующего тарифа. Тот, который был 2005 года. И про который говорят, что он маленький. Да, да, да. Вот этот норматив, по их замерам, он завышен на 40,80%. То есть по их исследованиям получился меньше. А на площадь, когда начали они перемерять, то это в 4,5 раза меньше они намерили. Вы понимаете? Очень интересно. И вот этот аргумент они в суде тоже представили. И нам они тоже вот на палате это представили. Говорят, какое увеличение нормативов? Их сокращать надо. Так. Ну, в ответ на это мы услышали, что у нас самый низкий норматив в Приложском федеральном округе. И чуть ли не самый низкий по России, как нам говорят. И это правда. Только не очень понятно, почему кировчане платят за вывоз мусора. Кажет там по 700 рублей, а жители Абакана в Хакасии 55 человек. Все очень понятно. Потому что есть два понятия. Первое понятие – это норматив накопления. То есть, сколько мусора мы с вами производим? Объем. Объем. Ну, да. А второе – сколько стоит, чтобы этот мусор переработать? И вот тут мы-то оказались, что у нас самый дорогой мусор. Какой-то особо ценный, что он у нас стоит 949 рублей. А во всем Приложском округе, чтобы переработать такое же количество, то есть один кубометр мусора, сколько стоит переработать? В Кирове это стоит 949 рублей 62 копейки. А в других регионах вокруг 500 все крутится. В два раза дешевле. Практически в два раза дешевле. А как это они так сумели? А мы не сумели. Так у нас, видите, как получается. У нас, во-первых, один оператор. Мы задаем вопрос, почему у нас один оператор? Кострома в два раза меньше территории, да? И в два раза меньше населения. Там три оператора. В Татарстане пять операторов. В Нижнем Новгороде семь операторов. А у нас один. Но законом не возбранялось, насколько я помню. Законом не возбранялось. Тут речь уже не о законе, а о экономике. Ведь сколько стоит обработать один кубометр мусора, это уже не закон, это экономика. Конечно. То есть это транспортные, это стоимость захоронений на полигонах, это, самое главное, инвестиционная составляющая, которая у нас под 40%. То есть мы платим за что? За то, что Восенцев будет строить вторую очередь полигона. Это все у нас в тарифе. Мы платим, я так понимаю, за те полигоны, которые должны появиться у нас не только в Восенцах. Ну, те еще пока, мы надеемся, что они попадут в федеральную программу, и мы получим на них средства, и они будут построены... Не за наш счет. Не за наш счет. Вот разница в чем. Евгений Сметанин, в нашей студии руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов. Мы сейчас делаем перерыв на полторы минуты, вернемся и договорим. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается в студии нашей Евгений Сметанин. Напоминаю, руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Группа работает при региональной общественной палате, где в минувший понедельник обсуждали, возможно, появление новых нормативов на вывоз твердых коммунальных отходов. Мы сейчас разбираемся в том, какие шероховатости, какие вопросы возникают у общественников в связи с тем, с той информацией, которая была им озвучена и донесена до них представителями официальных властей. Остановились мы с вами на тарифе. На тарифе. На тарифе. Что с ним будет происходить? Ну, тариф у нас не может быть пересмотрен, он устанавливается на год, то есть в этом смысле тариф пока будет на месте. Но норматив, норматив, вот как мы понимаем, что если появится вот этот документ, я имею в виду экспертное заключение... На основании замеров, сделанных в девяти домах. Ну, не только в девяти домах, в девяти субъектах муниципальных образованиях, я имею в виду, и в домах, и, значит, замеры проводились ведь и в организациях, учреждениях, потому что они же тоже участники этого всего. Ну, в общем, новый норматив, он будет больше, чем тот, который сейчас. Появляется вот этот вот документ, то есть вот то, что обещается от регионального правительства. В ближайшее время будет опубликован проект нормативно-правового акта, утверждающий новые нормативы ТКО, да? Да. И что дальше? Будем его обсуждать. Дальше мы его будем обсуждать. Естественно, что вот и наша рабочая группа, и вот общественники, и граждане будут вот эти цифры, как мне кажется, ну, буквально с карандашом в руках перепроверять. Хорошо, мы их перепроверим. Мы даже, может быть, поймем, что это цифры несоответствующей действительности, как вы говорите, да? Вот ребята, которые сейчас бьются в судах, доказали, что норматив не увеличивать надо, а уменьшать, на самом деле, судя по их замерам. Да, во всяком случае, да. Но проект нормативно-правового акта будет опубликован. Его изменить этот проект ведь еще можно будет, раз это проект? Ну, раз они речь ведут о том, что это будет проект, значит, какое-то общественное обсуждение предполагается, его, наверное, могут и прислушаться, а могут и не прислушаться. Ведь мы же, во всяком случае, сколько людей говорили, сколько писали, сколько обращались о том, что не надо считать с квадратного метра, да, в городе Кирове. Но это не прислушались к этому. Не знаю, как и сейчас отнесутся. Но что я могу сказать? Что норматив у нас действительно низкий, и он не соответствует тем нормативам, которые есть вот при Волжском округе. И там все-таки все равно цифра где-то в районе чуть больше двух кубометров. И мы сейчас столько же по их предварительным данным насчитали. Но причем здесь тогда нам надо все-таки биться за тариф, потому что тариф очень высокий. Вот это... То есть нам, Евгений Васильевич, надо снижать стоимость обслуживания вот этого кубометра, если я правильно понимаю? Конечно. Конечно. Снижать затраты, стоимость обслуживания, утилизации, хранения, переработки, всего чего угодно. Да. А кто это будет делать? Это будем делать в том числе и мы. Тариф этот будем... Я так понимаю, что никто, кроме граждан, в этом не заинтересован. Потому что региональный оператор ведь заинтересован в другом. Ну, конечно. Конечно. Как всякий бизнес. Как всякий бизнес. И в этом смысле их можно понять, что они заинтересованы каким-то образом не только покрытием и сдержкой, но и прибыль какую-то получить. Хотя в моем понимании вот на этом деле, наверное, прибыль, это выглядит немного кощунственно. Мне кажется, что вообще надо было... И я не верю, что здесь будет прибыль. Почему? Потому что Россия – это не Швейцария. И это даже не Китай. Почему? Потому что у нас всего, нам Господь послал всё. И никогда у нас любое изделие из полихлорпропилена или из чего-то, ну, из любой вот этой синтетической, да, из вторсырья не будет дешевле, чем когда из крана течёт газ, из которого делается всё. То есть ты открыл задвижку и сделал это. А тут ты должен это собрать. Бизнес не заинтересован в том, чтобы работать с переработкой. Конечно. А потом это пустить в производство. Все эти затраты кто компенсирует на рынке? Это же рынок конкурентный. Или, например, там в Швейцарии собирают эти всякие щепки, остатки мебели, потом их перерабатывают и делают новую мебель. Ну, чего в Кирове, если у нас 12 миллионов кубометров лесосека, мы будем собирать щепки? У нас это не успевают перерабатывать. То есть мебель из реального сырья, такого, природного, никогда не будет конкурентна, вернее, будет всегда конкурентна по отношению к сырью из втор. Я понимаю, что вопрос переработки, может быть, для небольших европейских стран с меньшим количеством природных ресурсов, это вопрос действительно экономии ресурсов и средств каких-то. Для нас это другой вопрос. Для нас это вопрос заботы об окружающей среде, например. Совершенно верно. Совершенно верно. Я об этом и говорил, что это такая благоукрашательская деятельность, это деятельность на благо других поколений, которые придут после нас. Но в таком случае не очень понятно, почему мы должны думать о благе других поколений, а кто-то должен думать о собственном кармане вот в этот момент, понимаете? Ну, вот здесь действительно должен быть найден в обществе... Надо искать какой-то компромисс тогда? Да, консенсус, чтобы и региональный бюджет, и муниципальный бюджет, и федеральный бюджет активно вкладывали в это дело средства, чтобы была вот так называемая зеленая энергетика, зеленая промышленность, чтобы она получала дотацию, чтобы была заинтересованность развивать этот бизнес. У нас, к сожалению, этого нет. Да у нас пока не говорится даже о том, что сортировка-то будет введена, и что люди, которые ответственно подходят к этому вопросу, в том числе образователи отходов, то есть мы с вами, что они получат льготы какие-то благодаря тому, что задумались, поставили у себя дома четыре ведра, условно, и разнесли этот мусор по разным четырем контейнерам. Даже об этом у нас сейчас не говорится. Возвращаясь к заседанию рабочей группы, важный вопрос. Вы вот недавно затронули, да, все-таки квадратные метры или люди. Я так понимаю, что систему эту пересмотреть в ближайшее время не получится. Не получится. Несмотря на то, что вроде какие-то были авансы, в том числе там с федерального уровня, да, говорилось о том, что, ребята, может быть, вы там у себя что-то переделаете, и многие регионы, кстати говоря, прислушались. Вот. Но есть один очень важный вопрос, который надо решить в преддверии летнего сезона. Это вопрос перерасчета платы за вывоз отходов в Кирове и Кирово-Чепецке. Мы все понимаем, да, что сейчас по закону невозможно сделать перерасчет там, где оплата за услугу идет с квадратного метра, а не с человека. И при этом мы все понимаем, что в квартирах летом не живут чаще всего как раз жители Кирово и Кирово-Чепецка. Это именно они едут на дачу куда-то, на природу, в деревню и прочее, да, там жить на долгий достаточно срок. Что в этом направлении? В этом направлении на сегодняшний день пока предпринять ничего нельзя. Это все прерогатива федеральных органов власти. Они ждут, естественно, инициатив от субъектов федерации. Ну, не знаю, будут наши выходить, не будут выходить. Это должно сделать законодательное собрание или это общественная палата может сделать? Общественная палата может выйти в законодательное собрание с инициативой? Это речь не о законодательном собрании. Это должно решить правительство Российской Федерации, потому что это все заложено в нормативно-правовые акты правительства Российской Федерации. То есть это должно тогда, получается, сделать Министерство энергетики ЖКХ на местном уровне? Да, выйти с предложениями туда, на правительство, да. А пока? Но не мы. То есть никаких подвижек с их стороны нет? Ну, я о них не знаю. А вы задавали им вопрос в понедельник? Пока мы не задавали. Или пока не дошли? Когда в следующий раз вы встречаетесь с ними? Ну, в следующий раз мы будем встречаться, мы, как правило, встречаемся раз в месяц. Вот в следующий раз мы, я думаю, пока этот вопрос не будем поднимать. Мы ждем сейчас все-таки вот этого документа. Нормативного проекта, нормативно-правового акта. Да, мы ждем этого документа. Будем серьезно вокруг него потом работать, формировать какое-то мнение и оценки. Используют для этого и активно граждан, и экспертное сообщество. То есть кто из экспертов может оценку дать этим всем действиям. Естественно, нам очень хотелось бы, чтобы активные граждане из муниципалитетов тоже каким-то образом среагировали именно... Из районов области, чтобы подключались. Из районов области, которые участвовали вот в этом исследовании, чтобы они тоже свои оценки каким-то образом нам дали. Евгений Васильевич, известно, когда все-таки появится вот это вот в ближайшее время будет опубликован очень размытая формулировка? Ну, во всяком случае, у нас на заседании представители Кировкоммунпроекта, они не назвали, потому что они говорят, что это прерогатива министерства, рассмотреть и принять какие-то решения. Это дело министерства, не их. Поэтому мы вот каких-то точных оценок... Точных сроков пока нет. Представитель министерства у нас был, но он говорит, что это прерогатива руководства, а не его. Я очень надеюсь, что все-таки в ближайшее время на портале правительства Кировской области появится информация о том, в какие сроки мы все сможем увидеть проект вот этого нормативно-правового акта с новыми цифрами, потому что от этого зависит, во-первых, как быстро мы все среагируем, начиная от СМИ и заканчивая какими-то гражданскими общественными организациями. И я очень надеюсь, что правительство региона заинтересовано в обсуждении как можно более широком всех этих цифр и этих проектов. И мы будем за этой темой следить. Я благодарю Евгения Сметанина, руководителя региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кировской области. Не прощаемся надолго, встретимся в этой студии. Спасибо. Программа «Особое мнение» на этом завершена. До свидания. «Особое мнение» на 101FM.